Всем привет, искатели приключений, путешественники, бродяги и, конечно же, искатели золота. Я снова нахожусь в лесу в поисках интересных золотых штучек, золотой посуды и золотой микросхем. Ну и, конечно же, как обычно, наш русский лес весь засран помойками вот такими. И сейчас пробегусь, тут далеко-далеко вдоль вот всей этой высоковольтной линии, такие помойки сделаны, хаотичные. Пробегусь, посмотрю, может быть, найду каких-нибудь интересных плат или кусочков золотой посуды. Сейчас будем искать в поисках золота, друзья мои. Всем привет и погнали! Обязательно, обязательно, друзья, поддержите лайком, комментарием, репостом и красненькой кнопочкой чпуньк подписаться. Это будет лучшая для меня награда за труды и за путешествия. Так, я где-то пробежался, тут видел только что микросхемку разломанную. И пока что ее потерял. Что-то вот смотрю-смотрю. Телевизоры разбитые валяются, корпуса от них. Так, раз, там два. Тут кинескоп, сам экран разбитый, какой-то фен разбитый. Походу, ребята, свалка-то уже подвышеблена. Или уже изначально оно все разобрано было, выкинуто. Но что-то пустовато на этой свалочке. Магнитофон разобитый валяется. Тоже пустой. Тут какое-то радио разбитое. Ёк-макарёк, все пусто. О, ребята, вот она схемка-то, я видел ее. Вот она, вот она. Вот она, кто-то разбил и потерял. Берем. Надо смотреть по каталогам, будет. Сейчас на вскидку даже не скажу. Что-то интересное тут есть, должно быть. Тут какой-то у нас аппарат. Тоже разбитый. Магнитофон какой-то. Ёк-макарёк. Да, тоже пустой. Все уже взято из него. Тут какая-то штучка разбитая. Разбитая кнопки. Вот возьмем. Какие тут включатели-выключатели. Возьмем. И все. Что-то больше тут я ничего не наблюдаю. Как-то все подвышеблено. О, еще микросхемка. С радиатором, с алюминиевым. Хорошо. О, там еще кусочек валяется, вижу. Микросхемки. Тут что-то пустая. Ну ладно, возьмем на всякий случай. Интересно, там какие-то штучки есть. Железка интересная. Пойдет. Так, надо пакетик достать. Все нормальные люди сейчас грибы ходят, собирают. С пакетами. А я железо хожу по свалке, собираю. С пакетом. Надо замаскироваться под грибника. Заделаться, чтобы не вызывать подозрений. Все больше пусто, что-то остальное все вышиблено. Только одни корпуса валяются. Так, нашел еще одну деталь. Вот такой вот уже в землю выросла. А это световой, как сказать, питательный элемент от света, видно. От калькулятора заряжался от светом. Солнечная батарейка, вернее. Тут еще кусочек какой-то лежит. Ломать надо его, чтобы взять. Неохота царапаться. Целиком возьму, что ли. Или сломать. Попробовать. О, сломал. Берем. Да, что-то какая-то бедноватая свалочка. Ничего интересного нет. Тут кругом только одно железо валяется, ржавое. Ржавые банки консервные. И стекло, и пластик. У нас, как обычно, все, чего не надо, его завалить. Все, что надо, его нет. И весь лес засран. Итак, вижу кружечку. Лежит кружечка вроде то, что нам надо. Блестит. Очень красиво. А, блин. Не, ребята, порожняк. Эта керамика облесит красиво. Ё-моё. Пустая обманка. Обманка оказалась. Ребята, обманула она меня. И всех нас обманула. Керамическая полосочка оказалась. Ладно, ищем дальше. Итак, хожу, брожу. Нашел вот такую штучку. Непонятные включатели, переключатели с какими-то штучками круглыми. Надо будет дома разобраться потом. И нашел местечко, где выкинут целый сервант. Или целый сервис. Короче, от стекла куча накидано. Граненые стаканы. И много-много тарелок. Вроде они с виду. И обрадовался сначала. Много каемок позолоченных. Вот таких. Но оказалось, при тщательном просмотре это все керамические полосочки желтые. Краской нарисованы. Тоже обманка получилась. Ладно, идем дальше. Во, ребята. Нашел чайничек разбитый. С тем, что нам надо. Блин, какой-то садист его разбил. Ну вот я все половинки нашел. Большая половинка. Целая. Да. То, что нам надо. Металл. И вот две половинки маленьких. Все берем. Нормально. И куча осколков еще разбитых. Пустых. Во, ребята. Недалеко от этого чайника. Буквально метра три отошел. Еще один блестит. Под ветками. Смотрите, как красиво смотрится. Он уже мохом зарос. Но, видно, краешек не зарос. Краешек дождем обмывает. И дождиком он помылся. Опаньки. Опаньки. Чайничек. Он еще и с заваркой там. Ребята. Сейчас чайку бахнем. Шучу. Просто грязная водичка там. О, какой красавец. Две полосочки. Одна жирная, другая потоньше. Рисуночков больше нет, жаль. Обычно они еще рисуночки делают на чайниках. Тут почему-то он без рисуночков. И без ручки. Ручка отколота. Наверное, потому выкинули, что ручка сломалась. Жаль. Ручка тоже обычно позолоченная бывает. Ладно, берем. Ручку, наверное, выкинули куда-то отдельно. Да. И крышечки жаль нету. Крышечка тоже бывает позолоченная сверху. Пимпочка на крышке. Крышку тоже, видно, отдельно куда-то выкинули. Ладно, ищем дальше. О, еще проволоку нашел алюминиевую. Не выдернутую. Хорошо. Обычно они выдернутые бывают. Вот такие вот. Их люди обдергивают. И остается только один изолятор. И выкидывают изолятор. Проволоку забирают. А тут хорошую нашел целую. Илюминька. Ладно, сдадим. Берем.